Здравствуйте, дорогие друзья! Профессор Уфе Эстер Горд признает, что совершил ошибку. Кто он вообще такой? Это заместитель Жанна Моне, который является архитектором Евросоюза. И вот он сейчас говорит, что это была огромная ошибка. Очень интересно, он пишет, строители Евросоюза, мечтатели, которые строят свой величственный собор с верхних этажей, со шпилем, башенными часами, гимнами и украшениями, хотя фундамент его еще даже не заложен. Да, вот именно. Потому что связи между людьми и связи между народами нет. И поэтому о какой же Европе мы можем говорить? А в Европе, в которой банки объединены друг с другом, чтобы накачивать еще больше себя за счет всего населения. А не сердца, как вы говорите. А не сердца ни в коем случае. То есть это не на пользу народу, не на пользу государству, в общем-то, а только на пользу этой сети банков. И эти банки сейчас превращаются в правительство. Не правительство само, не парламенты, а именно сеть банков сама. То есть она берет правительство за одну листь? Она берет, да, конечно. Они сегодня начинают уже этим четко, автоматически управлять. И они указывают всем правительствам, что делать. Вот этот профессор Уфе Эстергорд, он говорит, что и теперь, чтобы выжить, Европа будет окружать себя заборами и колючей проволокой. Естественно. То есть, ну вообще, то есть ни к чему не пришли. Должны были заняться самообразованием, самовоспитанием, имеется в виду. Вот. Самовоспитанием, интегральным воспитанием, сближением, методикой объединения выше своего эгоизма. Включить в это дело всех новоприбывших. Сделать Европу единой. И за эти 30 лет, пока все это существует, могли бы это все осуществить. Это все двигалось потихоньку, постепенно. Это можно было сделать и создать. Когда я увидел начало этого строительства европейского общего рынка, я называю это базаром, а не рынком, то я сразу же сказал, что это все обретет очень грустные и гротесковые формы. Это то, что все сейчас происходит, а впереди более, еще более ужасное состояние, которое Европа сама себе, в общем-то, создала. Даже более того, когда я еще 5-6-7 лет встречался с руководителями европейского рынка, в частности, в Италии, допустим, они уже понимали все эти проблемы, но они говорили, что мы можем сделать. Потому что они уже создали эту систему и находятся в ней. Сами создали для себя тюрьму. Это система евро. Это не система стран и людей. То есть не смогли они французов с немцами соединить? Ничего, о чем ты говоришь. Сейчас, если начнется заварушка, они с такой яростью оброжатся друг от друга. Ужас. Выхода вы не даете, особенно. Я выхода им не даю. Это у нас новость не имеет положительного. Нет, они, к сожалению, себя просто загнали в угол.